Как появилась идея создания этой песни, и почему вот решила спеть песню вот на эту тему, Романцеро? Эта песня написал гениальный поэт-песенник Юрий Рапчинский. Мы с ним безумно любили Испанию, испанские ритмы, эспрессию, страсть, и решили создать такую песню. И песня стала житом в Украине, и очень любят. Этой песне уже 10 лет, и тем не менее, в караоке эта песня одна из самых востребованных до сих пор. Кать, ну смотри, вот события последних дней, они отличаются от того, чем жила Украина 10 лет назад. Вот события, которые происходят в Украине, они не могут оставить никого равнодушным. Как события последнего года отразились в твоей творческой и личной жизни? К сожалению, это такая, знаете, больная для меня тема, потому что украинцы и русские – это братья, самые близкие, славяне. И в данный момент лично для меня вот как-то нет настроения петь, выступать, потому что спитаться очень сложное. Конечно, концертов меньше, людям тяжело. Мне хотелось бы, чтобы это скорее закончилось и наступил мир. Но восприятия приходится ли отменять сегодня? Возможно, есть приглашения, от которых приходится отказываться и не ехать на концерты в те или иные города? Или такого не бывает? Дело в том, что если я поеду выступать в Россию, мои соотечественники неправильно меня поймут. Поэтому в данный момент я выступаю в Украине и планирую европейский тур для украинцев в Европе. У Екатерины Бужинской есть богатый опыт выступления в Европе. В частности, вот я, например, помню выступление в Сан-Рема, на фестивале в Сан-Рема. Есть такой фестиваль Евровидение? Да, это правда. Да. Если фестиваль... Вот было ли желание у Екатерины Бужинской принять участие в фестивале, в телевизионном фестивале Евровидение? Евровидение? Ну, наверное, уже нет. Потому что в данный момент я вышла за рамуш недавно, в прошлом году, и очень бы хотелось в скором времени стать еще раз матерью. И у меня немного другие планы, поэтому в Евровидении я спускай подождете. Ну, вот многие слушатели, многие слушатели нашего радио, которые приехали из России, знают Катю Бужинскую как партнера Стаса Михайлова с песней «Королева вдохновения». Какова история этой песни, и как давно Катя Бужинская и Стас Михайлов знакомы? Замечательный артист, великолепный, талантливый, прекрасный образ сильного мужчины. Мне приятно, что со Стасом мы познакомились в 2009 году посредством песни «Королева вдохновения», которую написал украинский автор Сергей Бакуенко. И Стас и сейчас сотрудничает с Сергеем, у нас прекрасное отношение. И песня стала одной из любимых, таких, украинцев и, надеюсь, для россиян. Я вернусь к вопросу о выступлениях в России. Вот сказала только что о том, что соотечественники не так поймут, если вот Катерина Бужинская будет выступать в России. Но вот есть примеры Таисия Павали, София Ротару, Ани Лорак. Они выступают, Светлана Лобода, украинские артисты, которые сегодня выступают в России. Вот у меня складывается впечатление, что Катя Бужинская особо не хочет там выступать, несмотря на то, что вот в репертуаре преобладают песни на русском. В репертуаре есть песни на таких языках. Я говорю и на еврейском, и на испанском, и на итальянском, на украинском, конечно же, на русском. И в данный момент я все-таки больше ориентирована на Европу, так как я замужем за болгарином. Мы живем на две страны, и в Украине, и в Болгарии, и в Европе, и на болгарском языке. И замечательная песня Катерина Момы пришла с болгарем по вкусу. Мы проводили концерт национальном дворце культуры в Болгарии. Это самый грандиозный дворец культуры, великолепная сцена. Поэтому в данный момент вот выше ориентирована на Европу. Кстати, а вот как у тебя Болгария? Ну, моих поклонников в России я тоже им безумно благодарна. В интернете, в соцсетях мне постоянно пишут благодаря за песни. И прекрасные люди, любящие музыку, культуру. Я считаю, что я как творческий человек, я буду петь для всех. Ну, нужно просто немного подождать. Ну, вот вспомнили о Болгарии, о Европе. Вот Катя Бужинска стала петь недавно на болгарском языке. Причем одна из болгарских песен стала в Болгарии настоящим хитом. Сегодня ты живешь в Софии. Как тебе жизнь в Болгарии? Болгарию ведь, ну, вот, член Европейского Союза. Вы знаете, Болгария очень такая прекрасная, солнечная, зеленая страна. Такой красивей, неколепной природой, термальные источники, и горы, и море. 200 километров до Греции, до Средиземного моря. Все рядом, удобно. Великолепные люди, очень такие скромные, добрые, отзывчивые. Они прекрасно относятся и к украинцам, и к русским. Мне комфортно, мне нравится. А вот... Очень вкусная кухня. В советское время Болгарию, вот, принято было говорить, курица не птица, Болгария не заграница. Вот, похож язык на русский, там, кириллицы и так далее. Чувствуется жизнь в Болгарии, как жизнь за границей? Либо это, вот, еще одна советская республика? Менталитет болгар, в принципе, похож на менталитет украинцев. И я себя чувствую комфортно. Мне нравятся люди. Люди, такие, мягкие. Наверное, вот, все-таки, генетически в Болгарах отразилось, вот, это, вот, 500-летнее турецкое рабство. И, вот, в характере, знаете, есть такая вот скромность, сдержанность. Вот, я не увидела магости. И мне это очень понравилось. Люди очень вежливые. А Болгария прошла тот путь, который предрекают Украине. Вот, Болгария стала членом ЕС. Как изменилась жизнь болгар? Вот, ты общаешься, наверняка, с обычными гражданами Болгарии. А что они говорят? Вот, присоединение к Евросоюзу, оно улучшило жизнь, либо нет? Говорят, что лучше. Очень много культурных, социальных проектов. Но, по крайней мере, если взять только дороги, ну, с Украиной сравнивать просто нельзя. Прекрасные дороги, инфраструктура. Большие сети, например, немецкие, не буду там рекламировать, называть известные торговые сети магазинов, которые есть в Германии, есть в Болгарии. Качественные продукты. Ну, мне кажется, что лучше, да. Кать, ну, все-таки вернемся к Украине. У нас очень многие слушают нашу передачу. Те, кто приехал из Украины, они знают имя Кати Бужинской. У тебя в репертуаре есть песня на украинском языке, называется «Украина – це мы». Речь в этой песне идет о том, что Донбасс и Крым – это неотъемлемые части Украины. Сегодня слышны призывы к тому, чтобы отпустить и Крым, и Донбасс, отдать их России. И вот раз жители так хотят этого. Вот как ты считаешь, может, так и стоит сделать? Может, отдать Крым и Донбасс России, чтобы прекратилась вот эта война вся? Для меня всегда останется Украина единой. Для меня будет и Крым, и Донбасс Украиной. Вставай ответ. Я люблю тех людей, которые там живут. Для меня это, знаете, мы с этими людьми прожили всесознательную жизнь. Я не могу поверить, что они не украинцы. Украина – это я, Украина – это ты, Украина – это мы, Украина. Дивный спик соловья, в белых витах сады, Чорное море, Донбасс, полонина.